А за что деньги-то берет? Да не снимай, не уберешь! Я разобью нахуй сейчас вот эту гибану тебе стекло и сделаю. Аккуратненько, аккуратненько. Понимаешь что? Пес убрал, блядь, машину. Мужиком надо быть. Они что, мужики что ли только машину убирают, или что? Так ты за слова даже ответить за свои мужики не можешь. А ну какая, наверное, снимаешь? А ты пес. А то есть с советского будут, да, приезжать? Ты просто пес. Ты неправильно ставишь машину. Почему? Почему? Почему что? Решение от 12 августа 2015 года. Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа Югры решил иск югорского межрайонного прокурора удовлетворить обязать индивидуального предпринимателя Задиричука обеспечить беспрепятственный бесплатный доступ граждан по лесному участку в целях использования его гражданами для личных целей и бытовых нужд, а также обеспечить беспрепятственное бесплатное пользование без использования механических транспортных средств береговыми полосами озера для передвижения и пребывания около него. Субтитры создавал DimaTorzok Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года номер 74 ФЗ Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим кодексом. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Каждый гражданин вправе пользоваться без использования механических транспортных средств береговой полосой и водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них. Здравствуйте! Здравствуйте! Говорят, озеро уже открылось, да? Да, оно всегда открылось. Ну да, ты спи, тебе нельзя, ты уже сделал. Я купался. Вот иди, купайся. Открылась уже, да? Да. Потому что мы собирались жениться, а нам вот этот парень перебил всё. Да, вот что. Да. Невесту украли, а парня оставили. И невесту не нашли, да? И уберегли. Вы сейчас ждите, где-то сюда. Да нет, спасибо. Я хотела узнать просто, что вход платный, как, что? Ну конечно. А вы откуда сами? Да? Кстати, в рот сейчас не берут вот эту кисточку. Да, коронавирус. Коронавирус. Да, другое. О, это мне нравится. И сколько вход у вас стоит? Можно посмотреть. Куда посмотреть? На ушлаге. На ушлаге там написано. А я не видела. Вы отдались? Я одна, да. А то есть от количества человек, да, зависит? И заходите. Тихо! Если за одна. А если 10 человек? С каждым 800 рублей. 800? Вот это цены. Не, я понимаю, что шутят. 150 рублей. 150 рублей с человека? Дети бесплатно. Если вы с мужем, муж 1000 рублей, а вы бесплатно. А вы без мужа, да. Я без мужа, да. Бесплатно. Бесплатно. То есть, свободно вы. Да, вам бесплатно, да? Как вас зовут? Меня Ксения зовут. Очень приятно. Меня не как-то. Директор базы, Николай. Она нет. Да я не директор, не слушайте. А что-то народу нету? Как так открыли? А вирус мы хороним сразу, топим. А-а-а, ну что. Так нельзя же пока еще. Что нельзя? Хоронить. Ну это же общественное место считается. Хоронить-то? Да не, людей пускать. Людей пускать. Ау. Все пускать. Веры не могут уплыть. Да не, дело не по мне вообще. Да он не пускает. Мне просто вчера сказали, что тут уже вовсю купаются. На моем везде. Я вот, нет, не взяла, я приехала посмотреть, как так. Как так купаются? Как так, сюда пускают. Кто хочет, тот купается, кто не хочет, тоже купается. Мы не запрещаем. Во-первых, тут охотятся. Тут сапожник. Ага, ну охота открыто сейчас. Обещал-то. Так что, кто хочет купаются, кто хочет охотиться. Ксения, для вас все. Больше всего мне интересно, знаете что? Что? Почему вход платный? Добрый день. Добрый день. Почему платный что-то? Да. А, кстати, чтобы вы знали, Вообще закрыты здесь вирусы. А я про это и говорила. А я что и говорю? А вы говорите, вход платный. Кто сказал? Нет, не говорили. Вы же еще не зашли. Ну, я так понимаю, что если я сейчас зайду, то будет бесплатно. Конечно. Да вообще не берут. А почему кому-то платно, а кому-то бесплатно? Да не берут ни у кого деньги. Не берут, да? Точно? Да. Смотрите, я не люблю, когда у меня мужчины обманывают. А зачем? Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Деньги требуют! Убрал машину! Посмотрите, что происходит! Машину убрал отсюда! Озеро окунева! Какой шлангбаум? Какой шлангбаум? Какой шлангбаум? Разве понимаешь, что такое шлангбаум? А что это? Убрал машину, скажу! Убрал машину, люди проехать не могут! Мужики убирают машину, что ли машину убирают или что? Мужики убирают машину, убирают машину, убирают машину. Если мы что-то нарушаем, сейчас приедут сотрудники и разберутся. Я ничего вам не говорю! А что вы тогда заставляете ее убрать? Она на обочине стоит! Убери! Тут нет обочины! Откройте и почитайте! Какие? Там даже дороги нету грунтовой! Это не дорога не является! Одно не дает арендаторы! Псину нарисовала вот здесь на рукаве! Да и не пускай деньги требуют! За проезд! Машину убери! Машину убери! Она никому не мешает! Убери машину! Будь приезжать, тебе никто не запрещает! А что мы нарушаем то? Машину отгони! Машину отгони отсюда! Сколько нам ждать? Я понимаю что вы передадите? Сколько? А ты пес! А то есть с советского будут приезжать? Ты просто пес! Ты неправильно ставишь машину! Пошли! Он не стоянка! И поставь машину как положено! А где тут стоянка? А где обозначена стоянка? Вот стоянка! Где она? Чем обозначена? Ну чем она обозначена? А вы пройдите и почитайте! Вы в первую очередь даже не почитали! чем она обозначена то стоянка? Вы скажите, чем она обозначена? Там написано! Что там написано? Вам что заняться нечем? А вам? Всмысле нам! А вам? Я налоги за это платил. Вам мало суда было по поводу того, что вы деньги здесь берете? Мало было суда? А у тебя не мало суда было? У тебя суда. У меня их очень много. Ну вот, занимайся. Да, занимаюсь. Занимаюсь, не переживай. 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 Непристегнутый, да что ж такое-то? Ужас какой. здравствуйте я вызывала почему 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 что это ваше желание а что и что-то нарушает какая работа вы что вы кое-что забыли сделать ну вы когда вышли с машины начали со мной общаться вы кое-что забыли сделать что надо выйди сюда я тебе скажу что надо дева жетон а вы не знаете вам что-то не нравится можете тогда уехать так я сейчас звоню в дежурную часть по этому поводу я думаю на вас не надо будет написать заявление привлечения к уголовной ответственности у вас я смотрю превышение должностных полномочий отойди от меня полтора метра отошел от меня быстро пока заявление на себя не получил я вам говорю протоколом принятия устного заявления заявление принял не закрываем двери представиться пожалуйста на вас тоже заявление будет написано what вот а а вот а а а а а да Продолжение следует...